Итоги короткой рабочей недели подведем сегодня вместе в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Сегодняшнего дня над Барнаулом снова можно заметить дымку. В воздухе, особенно в ночное и утреннее время, скапливаются загрязняющие вещества. Причина тому – практически безветренная погода, которая принес установившийся антициклон. Ухудшение видимости атмосферы специалисты также связывают с большим числом пожаров, которые всю эту неделю полыхали как на территории соседних регионов, так и в нашем крае. Дымовые шлейфы накрывали наш регион от возгораний, которые произошли в Курганской, Омской и Новосибирской областях, а также на территории Алтайского края. За неполную неделю только в нашем регионе их зафиксировали больше 400 пару дней назад. Сильный ветер в Барнауле дымку немного рассеял, но вот с сегодняшнего дня воздух может снова стать заметно грязнее. С другой стороны, необходимо отметить, что серьезного изменения все равно в ближайшие несколько дней не будет. У нас сохранится этот высотный перенос, и все равно у нас вот эти все дымовые шлейфы будут оказывать влияние на нашу территорию. Вот такие впечатляющие кадры сделали барнаульцы в четверг вечером. С речного вокзала было видно большое огненное пламя, горели поля, а точнее заливные луга на землях водного регистра. Сильный ветер активно подгонял пламя, которое подбиралось к двум населенным пунктам Первомайского района – селу Фирсова-Слобода и поселку Новые Грани. Контролировал ситуацию третий пожарно-спасательный отряд МЧС региона. Он подогнал две автоцистерны. Одну установили в районе Чесноковки, другую – со стороны садоводства «Энергетик». Боевые расчеты несли дежурство со стороны села Фирсова в районе садоводства «Энергетик», а также в городе Новоалтайске. Угрозы территориям садоводческих товарищей, населенных пунктов не допущены. На данный момент активного горения не наблюдается. Обстановка с ландшафтными пожарами остается на контроле подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Другой сильный пожар случился 11 мая на юге региона в Угловском районе. Возгорание произошло в лесу из-за удара молнии, а сильный ветер стал причиной быстрого распространения огня. Со слов очевидцев, он угрожал двум населенным пунктам. Жителям сел Воловой кордон и Симоново даже разослали сообщение о быть готовыми к эвакуации. К счастью, она не понадобилась. Лесоохрана смогла потушить огонь. Отметим, каждые сутки от 10 до 20 очагов возгорания фиксируют от сухих гроз. Так, помимо Угловского, такие были в лесах Егорьевского и Новичихинского районов. Самый обсуждаемый арт-объект недели, безусловно, Сибирский кот. Скульптура появилась на проспекте Ленина в четверг, но не простояла и суток. Администрация Октябрьского района приняла решение убрать кота, над созданием которого трудился известный уличный художник Никола Питерский. 500-килограммовый арт-объект разрабатывался несколько месяцев. Его задумка родилась у популярного художника зимой. Сначала он придумал фразу сидрикам любой месяц март, а потом сложился образ, связанный с весной. Кота дополнили валенки, символ неожиданных холодов и солнцезащитные очки, отсылающие к лету. По замыслу скульптура должна нести позитивный смысл. Вот эта выдвинутая нога, он лижет пузико. Вместо гендерных признаков у него сердечко перевернутое. К этой ноге можно вытянуть, например, свою ногу или взять его, похлопать по голове. Кота для города бесплатно отлили из чугуна на заводе и поставили в центре города, рядом с техническим университетом. Однако у многих жителей Барнаула арт-объект вызвал неоднозначную реакцию. В течение дня на него начали поступать жалобы. Были звонки с района администрации. Их не устраивает скульптура в данном месте. Мы принимаем их позицию и будем искать более лояльное для скульптуры место. Накануне рассматривались два возможных варианта размещения в сквере в новом микрорайоне времена года или на летней террасе в баре Крыша. Есть вероятность, что кот покинет город и уедет в Манджирок или Шерегеш. Такие предложения тоже есть. Ну а далее тоже резонансная история. Барнаулец около месяца проходил с катетером в области мочевого пузыря. Его нечаянно оставили медики во время операции. Это удалось доказать в суде. В итоге мужчина столкнулся со всеми вытекающими последствиями. Из-за гнойных процессов пришлось удалить одну почку. Подробности у Ирины Корчагиной. Это рентгеновский снимок, который был сделан перед удалением инородного предмета, который находился в области мочевого пузыря. Очень нехорошее ощущение, конечно, было с баночкой в штанах ходить и отводить это все. Виктор Попов и не подозревал, что живет с инородным телом в области мочевого пузыря. Мужчина обратился с камнями в почки в больницу скорой помощи номер 2, тогда еще в горбольницу номер 11. Барнаульца прооперировали. Вот только становилось все хуже. Кровенистые выделения, температура под 40. Оказалось, что около месяца Виктор проходил с катетером, который забыли медики. У меня поднялась температура под 40. У меня просто даже разговаривать не мог. Меня дети собрали, скорую вызвали, отправили в больницу опять. Вырезали почку. После почки у меня образовалась грыжа 40 сантиметров, он весь сбок переворчащивается сбоку-нагбок. Внутренние органы перекатываются в животе. Очень неприятно и больно. Почку пришлось удалить из огнойных процессов, которые начались в организме. Сегодня мужчина даже не может получить инвалидность. Эксперты не считают, что причинен тяжкий вред здоровью. Работать Виктор пока не может. Супруга умерла. Осталось двое детей. Барнаульцу посоветовали подать на сотрудников в больнице в суд. Вину было врачом поставлено по поводу то, что фактически он же сам должен был знать, удалили у него этот катетер, вот это инородное тело, либо нет. Естественно, это внутри организма. Человек об этом знать не мог. Как его почувствуешь? Пока не воспалился, не почувствовал. Он забитый катетер, забился катетер, не убирали, он забитый, остался там. Просто загрязнен. Кстати, по словам юриста, часто сложно доказать, что во время операции в теле пациента оставили катетер, инструменты, перчатки или салфетки. Как бы странно это ни звучало. Мы документы, когда смотрели, вот медицинские, которые стационарные, облаторные, этих снимков не было в деле. Вообще нет. Это просто чудо, что он сохранил этот снимок. То есть от него никуда нельзя. У него есть номер, у него есть дата, у него есть, вот ему было тогда 54 года. Ленинский районный суд встал на сторону Виктора. За оставленный катетер и удаленную почку мужчине назначили моральную компенсацию – 300 тысяч рублей. Барнаулиц и его адвокат будут подавать в апелляцию, чтобы добиться более внушительной суммы за потерянный орган. Пока же решение суда не вступило в законную силу. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Поехать в Германию учиться или работать станет сложнее. Четыре консульства в России из пяти перестанут принимать заявления на выдачу национальных виз. Один из таких центров расположен в Новосибирске. Именно туда и обращались желающие из Алтайского края. Кроме Новосибирска, центры перестанут работать в этом направлении в Екатеринбурге, Калининграде и Санкт-Петербурге. С 31 мая принимать решение о выдаче визы для длительного пребывания будет лишь московское консульство. Изменится и процедура записи на очередь. Это придется делать только через систему бронирования в немецком посольстве в Москве, где вносить желающих в список на прием станут в хронологическом порядке. Визовые центры в Новосибирске, Калининграде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге продолжат принимать документы, но лишь чтобы переслать их почтой в Москву. Поэтому теперь придется закладывать больше времени на получение визы до трех-четырех месяцев. Национальная виза дает возможность находиться в Германии дольше трех месяцев и в зависимости от вида разрешения учиться работать или осваивать новую специальность. Однако записаться на подачу заявления для выдачи шенгенской визы, которая нужна для туристических поездок, россияне могут во всех пяти консульствах Германии, подчеркивают власти. Добавим, что с начала 2023 года Германия выдала россиянам больше пяти тысяч шенгенских виз. При этом, по сравнению с 2019 годом, сейчас жителям России выдают такие визы в семь раз реже. Парнаульцы жалуются, что город завалило самокатами. Пешеходы вынуждены запинаться об эти устройства, ведь двухколесных кидают буквально на каждом шагу, а вопрос их правильного размещения до сих пор не урегулирован. Такая проблема, к слову, наблюдается и в других городах страны. Возможно ли найти решение и что говорят об этом эксперты в нашем сюжете? Самокаты. Вот уже который сезон они обкатывают улицы города. А этой весной их стало намного больше. Парнаульцы тем временем разделились на два лагеря. У кого-то эти устройства вызывают раздражение и опаску, а для кого-то становятся удобным средством передвижения, особенно в час пик. Ну, а мы попробуем выслушать обе стороны и понять, а возможно ли встроить самокаты в комфортную городскую среду и ни на кого не наехать. Когда лень, сел и поехал. Ну, мне страшно, когда разгоняется у меня ребенок. И меня один раз на самокате шибли на старом базаре. Есть дети, которые несовершеннолетние пользуются и не соблюдают скоростной режим. В принципе, так же, как и взрослые пожилые люди, которые тоже недостаточно умелые в этом, то есть в принципе не разбираются. И вот как была ситуация, что бабушка врезалась в автомобиль. Ну и страшно еще. Опасно просто упасть. Местер, руку сломал на нем. А пока мы ловили удачные кадры улиц Барнаула, кто-то уже потерял управление. Вольность не впадает. Если группировка есть, то нет. Вы же гоняете-то с ветерком. Но вот новые правила ПДД ввели. Знаете-то... 25 километров ограничений, да? То есть автоматически там включается, да, видимо, ограничитель? Да. В Барнаул, когда приехали, замечали, что как-то отличается обстановка от Москвы? Ну, в более безопасную сторону отличается. В Москве, конечно, совсем сумасшедшие самокаты. Местеры, которые прям делают это отдельным направлением транспорта и делают разные кульбиты в опасной близости от пешеходов, в крупных городах мне не очень это... ну, мне страшно. Пока мнения сравнялись. А вот в соцсетях почти 65% горожан проголосовали за то, что самокаты им мешают. Но полностью запретить устройство согласилось меньшинство. Около 40%. 60% все же хотят двухколесных по городу видеть. А кто-то рассказывает, что спотыкается об эти устройства. Ведь некоторые самокатчики бросают их, где придется. Только бросают они, где попало. Просто пришла, вот здесь прям людям не подойти. Вообще ничего. Нам удалось поговорить с одной из прокатных компаний. От официальных комментариев они отказались, но рассказали, что будут увеличивать количество сотрудников, которые расставляют самокаты, чтобы уменьшить бардак на парковках. В Комитете по дорожному хозяйству Барнаула отметили, что на сегодняшний день пока соглашений о взаимодействии с самокатным бизнесом у города нет. Но о ситуации знают и держат ее на контроле. Большинство городов идет по пути заключения соглашения, где определены места парковки, медленные зоны движения и другие важные моменты. Однако сразу встает вопрос контроля исполнения соглашения. Кто будет этим заниматься и как повлиять в случае неисполнения таких договоренностей? Эксперты подчеркивают, чтобы удобнее встроить самокаты в город, нужно окончательно определиться с их статусом. Непонятно, насколько востребован самокат именно как транспорт. Пока больше как развлечение. Если это будет развлечение, понятно, это значит сразу, что это будут места рекреации, то есть парки, аллеи, бульвары. Если бы это развивалось как транспорт, тогда понятно, что это будут какие-то транспортные артерии, там Ленинский, Павловский, Трак. А вот в ГИБДД самокаты уже взяли под прицел. Признали транспортным средством и наложили ограничения. До 25 километров в час по тротуарам, штрафы за пьяную езду и катание больше двух человек на одном устройстве. Но статистика ДТП сохраняется. За текущий период на территории Алтайского края от административной ответственности было привлечено 128 лиц, управлявших средствами индивидуальной мобильности. С их участием произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых получили травмы 4 человека. Кстати, в Париже, несмотря на огромное количество велодорожек, похожую проблему решили кардинально. Путем голосования граждане просто запретили аренду самокатов. За 22-й год в таких ДТП у них погибли три человека, а пострадали больше 450. По какому пути пойдет наша страна, пока неизвестно. Просто запретами, наверное, это не решить. Ну, как бы, точно так же, как, скажем, вопрос с воздушным пространством. Вот мы не знаем пока, как его использовать. Вот эти давно бы уже дроны доставляли нам что-нибудь. И сами по себе самокаты, они неплохие и нехорошие. Поэтому нужна правовая база, нужна какая-то структурность. Может быть, в Барнауле назрело время провести какой-нибудь круглый сток. Также эксперты подчеркнули, что потенциал Барнаула для создания в нем компактной и удобной среды есть. А самокаты – неизбежный виток технического прогресса. Ведь ПДД для автомобилей разработали всего 100 лет назад. А самокаты так и вовсе лишь на старте своей популярности. Мария Мацайова, Дмитрий Денисов. День с толком. Одно из важнейших событий недели, безусловно, 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Тысячи жителей и гостей Барнаула пришли на торжественный парад и праздничный салют. Напомним, как это было. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи, товарищи! Поздравляем 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Главные герои этого дня участники Великой Отечественной Войны, дети войны и узники концлагерей. Возраст большинства из них приближается к 100 годам. И некоторые из них еще активно участвуют в общественной жизни. Я выступаю перед студентами, перед школьниками, передаю свой жизненный опыт. Жизненный опыт у меня очень сложный, очень сложный. Поэтому, что я скажу, надо жить. А это уже одно из главных мест притяжения жителей города – мемориал славы на площади Победы. Вместе с барнаульцами его посетили губернатор края и глава города. В этот день отдать дань бессмертному подвигу героев пришли и депутаты городской думы. Уже стало традиционным посещение ветерана на домах. Знаете, у нас уже сложились определенные взаимоотношения, и многие ветераны ждут именно своего депутата. И, в принципе, вот эти отношения, они складываются не только в День Победы, а ведь депутаты постоянно интересуются жизнью ветерана. Мне бы хотелось поздравить барнаульцев с замечательным Днем Победы. Год от года мы узнаем и, может быть, познаем даже все больше и больше ценность этой Победы. О ценности этой Победы знают и те, кто ковал Победу в тылу. Напомним, два года назад краевая столица получила статус города трудовой доблести. В годы войны каждый второй винтовочный патрон для фронта изготавливали именно в Барнауле. Каждый пятый двигатель Т-34 на заводе «Трансмаш». Полтора миллиона бойцов были обуты в алтайские валенки, и более ста тысяч раненых солдат лечились на Алтае. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Велодорожки длиной около четырех километров, новые прогулочные зоны и модульный туалет. Все это появится к осени в самом крупном парке краевой столицы Юбилейно. Там накануне приступили ко второму этапу благоустройства. Сейчас убирают аварийные деревья, а вместо них высадят около 250 новых. О перспективах, сроках и уже проведенных работах в сюжете Юлии Щепиной. Парк юбилейный – место притяжения многих барнаульцев. Желающих отдохнуть там становится все больше. Напомним, в прошлом году в парке сформировали центральную аллею, обустроили прогулочные зоны, установили скамейки и урны, освещение и систему видеонаблюдения. Накануне приступили ко второму этапу благоустройства. Начали подготовительные работы по сносу аварийных деревьев. Из важных элементов парка появится велобеговая дорожка. 3,6 километров практически протяженность ее будет. Очень активно жители близ ближайших районов здесь занимаются спортом, всеми видами спорта. Помимо велобеговой дорожки будут выполнены работы по устройству пешеходных связей. Тоже здесь, так как территория достаточно большая, это самый крупный парк. Весь отведенный земельный участок более 57 гектар. На этом этапе появится модульный туалет для посетителей и высадят более 250 новых деревьев. Ранее барнаульцы поддержали проект благоустройства парка на голосовании. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Надо сказать, что администрация очень активно помогала на всех этапах. Во-первых, очень большое спасибо городу за принятое вот это очень разумное решение, что однажды выигравший по этой программе объект, он не прекращается его финансирование до тех пор, пока объект не будет доведен до конца. Парк был запущен в течение 30 лет почти, поэтому его восстановить за один год невозможно. На выполнение работ привлечено 86 миллионов рублей из федерального, краевого и городского бюджетов. В этом году мы имеем беспрецедентное финансирование на благоустройство наших парковых территорий. Большое спасибо губернатору Алтайского края Виктору Петровичу Томенко. Это достаточно весомое софинансирование именно из бюджета Алтайского края идет на благоустройство этих территорий. К осени завершат работы на новых участках парка. Далее в планах спортивные и детские площадки, места для выгула собак и многое другое. Добавим, до 31 мая любой барнаулицкому уже исполнилось 14 лет, может проголосовать за понравившийся дизайн-проект третьего этапа благоустройства парка «Юбилейный». Юлия Щепина, День с толком. Пенсионеры страны могут получить прибавку к пенсии благодаря ведению социальных сетей и созданию видеоконтента. Московские эксперты считают, что возраст не помеха для таких людей. Хорошая ли эта идея и стали бы пожилые создавать этот самый контент, мы спросили не только у них, но и у молодых барнаульцев на улицах города. Пенсионерам России предложили подрабатывать блогерами, чтобы была добавка к пенсии. Что думаете на этот счет? Ну вы знаете, я думаю, это неплохая подработка, если честно, если кто это понимает. Пенсионерам предлагают и самокат подрабатывать. Это будет губ посмотреться. Я привык видеть взрослое поколение более мудрым со стороны старой закалки, когда еще не было ни Ютуба, ни ТикТока, ни всего этого прочего. Я считаю, что современные технологии должны быть для современных ребят. Возрастных ограничений для этого не должно быть. Возможно, и такой контент будет воспользован, потому что другим пенсионерам тоже интересна какая-то полезная информация. Я не знаю, в области садоводства, возможно, какого-то домоводства. Глядишь, и молодые хозяйки посмотрят какие-нибудь полезные советы. Ну вот, например, я хоть и делаю статьи разные, там, вот, на классиках, в чатах, да, но я деньги за это не получаю. А хотелось бы, наверное, потому что я на пенсии. То есть хорошая идея? Ну, идея-то хорошая, конечно. Обучили бы, как это делать. А пенсия маленькая, вообще маленькая. Ну, чё, как пытаемся, так выживаем. Ну, а альтернатива стать блогерами, неужели действительно хорошее предложение? Ну, чё-то да. А почему? Тарфику знает. Научиться пользоваться саблей и мечом у рыцарей в доспехах, выучить пару старинных танцевальных шагов и получить предсказания на картах Таро сможет любой желающий. Это далеко не вся программа краеведческого музея в рамках акции «Ночь музеев». Что готовят на других площадках, а их в регионе будет 103, журналистам рассказали на пресс-конференции. Нынче акцию посвятили 78-летию победы в Великой Отечественной войне. Пройдёт она в 17-й раз. Музеи, галереи и выставочные залы в городах и сёлах края ждут своих посетителей 20 мая с 19.00 и до двух ночи 21 мая. Акция «Ночь музеев» пройдёт под девизом «История и истории». Открытие музейной ночи будет на улице Мало-Тобольской. Режиссёром выступает Елена Калетина. И это будет театрализованное действие, посвящённое старинному городу Барнаулу и передаче памяти от поколения к поколению о нашей истории, о нашей стране. Оттуда музеи будут собирать группы и везти их на свои площадки, сопровождая пешие экскурсии по исторической части города. В этом году заявлено 5 новых участников. Музей музыкальных инструментов, музей колоколов, а также выставочные площадки зоопарка «Лесная сказка», центра «Немца Алтая» и краевого отделения российского детского фонда. И за пределами Барнаула готовят интересные программы. Я бы предложила съездить в музей Германа Титова, в Полковниково, потому что это тот музей, который проводит сразу мероприятия на нескольких площадках в трёх своих зданиях. И начинают они свою программу с космического бала, где каждый желающий сможет изучить отдельные какие-то элементы бальных танцев, других танцев. В этом музее запустят в святую всех святых каждого музея фонда хранилища. Главный хранитель проведёт экскурсию. Эксперты советуют посетить музей Чуйского тракта, Бийские и Шипуновские краеведческие музеи. Сориентироваться в культурном пространстве поможет новинка года сайт музейной ночи «Ночь музеев22.рф». На нём можно посмотреть программу каждого музея, условия посещения и время работы. Входной билет в 14 учреждений культуры будет стоить 100 рублей. Остальные площадки можно посетить бесплатно. Кстати, уже открыта предварительная продажа билетов. И специалисты рекомендуют приобрести их заранее. Также в «Ночь музеев» традиционно продлят работу общественного транспорта. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. В Театре драмы раньше времени закрывают сезон. Причина – гастроли в районах края, которые позволили начать ремонтные работы. Насколько глобальные изменения ожидают театры, какие ещё перемены планируют в драме уже в новом сезоне, наш корреспондент узнавала у директора театра Любови Березиной. – Любовь Михайловна, расскажите, пожалуйста, давно планировали ремонт? – Ремонт вообще не планировали. И вот такая случайность очень приятная. Министерство культуры Российской Федерации долгие годы помогало театрам детским. И вот в этом году они решили, что театрам, которые работают на взрослого зрителя, тоже нужно помочь. Когда у нас спросили, что нам необходимо, я, знаете, так, понимаю, что нам никогда в жизни этих денег не дадут, сказала, нам необходима замена кресел. И аллилуйя, так случилось, что Министерство культуры Российской Федерации деньги нам эти выделило. Но в связи с тем, что вот мы сняли старые кресла, видно, что в зале уже кресел нет, сегодня необходимо отреставрировать паркет, потому что те места крепления, в которые были прикреплены кресла старые, они, конечно же, не совпадут с креплениями новых кресел. Поэтому нужно вот эти небольшие совершенно дырочки заделать. Понятно, что сразу есть такая возможность его отшлифовать, снова покрыть лаком и потом уже поставить новые кресла. Поэтому вот это вынужденный ремонт паркета, потому что он еще достаточно хорошо выглядит, но, говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сегодня мы отреставрируем паркет, поставим новые кресла. Я думаю, что они будут такие же удобные, как были наши старые. Вот такое вот счастье у нас произошло. И это, конечно, не ремонт, это, я думаю, что можно назвать реконструкцией зрительного зала. А сколько в общей сложности бюджет реконструкции? Ой, ну получается где-то 23 плюс 3. Ну где-то, наверное, 27-28 миллионов. Достаточно серьезная цифра. И, конечно, здорово, что основную массу денег этих дало Министерство культуры Российской Федерации. Любовь Михайловна, расскажите, пожалуйста, когда планируете завершить ремонт? У нас нет выбора. Нам, Министерство культуры, в лице министра Ильины Евгеньевны Безруковой поставили задачу о том, что Шукшинский фестиваль ежегодно, который проходит на сцене нашего театра, должен быть 19 июля. Зрители должны прийти в зрительный зал, сесть на новое кресло и посмотреть все, что будет происходить на сцене. Поэтому 19 июля кресла должны стоять. И я очень надеюсь, что мы выполняем эту задачу. В нынешнем сезоне будут еще спектакли? И если да, то на какой сцене? Мы в этом году вынуждены были скомкать закрытие сезона. У нас нету, как обычно это бывает, парада премьер, нет закрытия сезона торжественного, потому что нам нужно срочно готовиться к открытию следующего сезона и к краевому такому серьезному мероприятию, как фестиваль Шукшинский. Поэтому вот все. Единственное хочу сказать, что мы свою работу не останавливаем. Мы приступаем ко второму этапу лаборатории Шукшинской, Шукшин, миф и реальность. И у нас приезжают пять драматургов и три режиссера, которые будут, они сделают такие читки произведений, которые авторы написали специально для нас после первого этапа нашей Шукшинской лаборатории. Что из этого получится, посмотрим. А дальше будем планировать уже ставить эскизы по этим пьесам. Любовь Михайловна, знаю, что у вас на постоянной основе будет режиссер. Давно такого не было. С чем вообще связано и как повлияет на театр в целом? На постоянной основе режиссера у нас были и совершенно недавно. У нас не было главного режиссера давно. Я очень надеюсь, что все наши переговоры, которые я веду сегодня с режиссером, окончатся подписанием контракта. И как только он подпишет контракт, я сразу соберу пресс-конференцию, представлю его коллективу, представлю Алдайскому краю. Надеюсь, что, в общем, основную нагрузку по ведению репертуара, актерские всякие, то есть все творческие дела, я очень надеюсь, что он у меня заберет, и я вздохну с облегчением, и у меня появится больше свободного времени. Почему решили взять режиссера? Да я решила давно это. Я все годы, которые я здесь работаю, я все годы ищу себе помощника, потому что очень сложно работать одной, и, что называется, работая за двоих, а сутки, а не 24 часа, больше не бывает. Все дело в том, что были обстоятельства, когда я предлагала многих режиссеров, и правительство Алтайского края не согласовывало мне. Не министр, а правительство. Как получилось, что вам развязали руки? У нас губернатор поменялся, и мне развязали руки. Ну и расскажите немножечко о предстоящем сезоне. Какие-то, может быть, новинки можно ожидать? Летом приедет Галина Зальцман репетировать спектакль «Облакарай» Григория Николаева. 1 сентября мы откроем сезон этим спектаклем. Дальше режиссер, который должен стать главным режиссером театра, в октябре выпустит спектакль свой, первый на нашей сцене. И новогодняя сказка «Губернаторская елка», как обычно в этом году мы хотим сделать спектакль по сказкам Бажова. Пока режиссер пишет сценарий, что это будет, не знаю, но это должно быть красиво, красочно, потому что я даже с детства, у меня всегда Урал и Алтай, как-то, в общем, я не очень различала. Это все равно горы, это красота, это камни. Вот надеюсь, что такая красивая сказка у нас появится. Спасибо большое, Любовь Михайловна, за разговор о реконструкции. Надеемся, она побыстрее закончится и зрители вновь вернутся в театр драмы. Да, мы тоже очень надеемся и ждем зрителей. Кто-то из них только оканчивает школу, кто-то строит карьеру экономиста, а кто-то посвящает себя материнству. Но все они участники конкурса «Мисс и мистер Барнаул-2023». Непрофессиональные модели, но очаровательные творческие личности, которые захотели заявить о себе на весь город. Как конкурс красоты и талантов объединил самых разных барнаульцев и кто-то пара, что завоевала главный титул сезона, расскажет Мария Мацаева. Конкурс «Мисс и мистер Барнаул» это не только про красивую внешность, а еще про ух, харизму, таланты и умение себя подать. Но, впрочем, давайте не будем гадать и спросим об этом у самих участников. «Мисс» – это красивая, умная девушка. «А чем вы сегодня будете удивлять жюри?» «У меня танец на скол красивый, у меня походка, как я считаю, красивая. Ну, и я тоже красивая. Красивая и уверенная. Уверенная, которая умеет поднять себя с высоко поднятой головой, с ровной спинкой и всегда ярко улыбающаяся». И пока девчонки готовят свои улыбки и поправляют кудри, мистеры отрабатывают модельные походки и вспоминают фишки своих кумиров. «Я могу для тебя отметить Джонни Деппа. Мне нравится его харизма, его стиль, его шарм». «А вот как же та самая мужская энергия, энергетика?» «Да, да. Ну, конечно, в первую очередь об этой энергии говорится. И победитель, наверное, самый харизматичный, обаятельный». Конкурсантов 17 человек, от 16 до 30 лет, разных талантов. Девушки, начинающие бизнесменши, банкиры, юристы, маркетологи, даже стендап-комики. Студентки, отличницы, домохозяйки и многодетные мамочки. Пожалуй, каждая уже неоднократно подтвердила свой статус мисс или миссис. Не отстают и парни. Они мастера спорта, юнормейцы, хореографы, филантропы и просто юные плейбои. Об этом их визитные карточки. «Я сильная штичка, яркая, отличная, чуточку буйная, но образ прекрасен, ведь я идеальный». Жюри этого сезона – известные барнаульцы, общественники, а также победители предыдущих лет. Есть среди них гость из далекой республики Чад – студент нашего вуза и победитель «Мистер Сибирь-2022». «Настоящий миссер – это сила, тигр. Потому что, как говорят, редко бывает, что мужчина поучаствует на такого конкурса. У меня тоже раньше, когда я участвовал, там был жюри, которые меня критикали, которые меня хорошо сдавали. Но поэтому я тоже так буду». «У нас сегодня не просто конкурс, именно оценивать жюри нашего города, но комитет, комитет официальных российских конкурсов «Мистер России» и «Миссию России» тоже отдают свой голос. «У нас для них будет идти видео, онлайн-трансляция». А титул «Мистер Барнаул-2023» завоевал спортсмен Антон Воронин, а долгожданное звание «Мисс» – студентка юридического Анна Гвоздева. И, по словам жюри, победа в подобном конкурсе – хороший старт в карьеру фэшн-индустрии и возможность участия в состязаниях всероссийского масштаба. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. А у меня на сегодня все новости. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните нам по телефону редакции 205-545. Хороших выходных, мира и добра всем. А теперь о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова